Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать, как сделать очень уловистую домную снасть, где будет наживкой служить несколько опарышей и замечательная, очень вкусная корочка хлеба, пропитанная очень заманчивыми ароматами для ловли карася. Можно пропитывать чесноком, можно пропитывать любыми бустерами, любыми дипами. Очень прекрасно ведет себя насадочка. Я здесь использую попапчики, которые приподнимают крючочки на разное расстояние от дна и очень привлекают своим движением карася. Я вас уверяю, эта снасть будет ловить очень хорошего крупного карася. А теперь приступим к изготовлению этой уловистой снасти. Поехали! Друзья, для того, чтобы собрать нашу снасть, нам понадобится проволока длиной около 40 см. Я буду использовать проволоку диаметром 0,8 мм от сварочного полуавтомата из нержавеющей стали. Я отступаю около 10 см и при помощи шила изгибаю вот так вот, чтобы у нас получилась вот такая вот петелечка. Немного поджимаю плоскогубцами и теперь отступаем примерно 4 см придерживаем плоскогубцами еще раз изгибаем проволочку и начинаем обводить ее вокруг основной проволоки буквально несколько виточков лишнее откусываем и у нас получается вот такого вот плана петелька далее берем где-то миллиметров буквально 5 и выгибаем этот конец под 90 градусов вот так вот дальше нам нужно изогнуть полукругом для этого можно взять круглогубцы или же любой другой инструмент здесь в принципе не сильно принципиально и вот так вот делаем полукруг вот такое формируем 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 нашу булавочку так сказать далее нам нужно сделать пружину вот здесь вот пружину вот здесь вот то есть берем шило немного потолще прилаживаем на нужную нам нужное нам расстояние и делаем несколько виточков вот так вот делаем вот такого вот плана булавочку чтобы здесь вот пружинило далее фишкой этой булавки для того чтобы наша наживка не слетала с нее и быстро рыба ее не разбивала нам нужно здесь вот сформировать спираль спираль делаем очень легко прилаживаем к шилу вот так вот придерживаем и обкручиваем вот таким вот образом теперь при помощи плоскогубцев придерживаем и немножко выравниваем вот так вот здесь то же самое вот так вот у нас получается и дальше нам нужно отметить где откусывать проволоку и у нас получается вот такая вот булавочка это много сейчас еще немножко откусившу вот вот это уже то что нам нужно и вот этот краешек нам нужно немножко вот так загнуть сейчас я покажу как вот в эту сторону беру и загинаю вот чтобы получилось вот такой вот такой крючочек вот и теперь она у нас не расстегнется поджимаю поджимаю еще немножко буквально за несколько минут я сделал вот такую вот булавку с вот такой вот интересной спиралью все очень легко застебается далее нам понадобится отгрузить нашу булавочку для этого я буду использовать вот такую вот свинцовую проволочку можно использовать листовой свинец обкрутить то есть берем вот так вот разжимаем и вот отсюда начинаю обкручивать нижнюю часть булавки вот этого будет достаточно вот так вот получилось уже вес довольно таки приличный перед тем как мы будем забрасывать воду нужно ее естественно оснастить крючками с поводками я буду использовать крючки гамакасу восьмой номер я их уже связал и теперь один крючок я цепляю вот прямо вот сюда под вот это вот ушко петля в петлю вот так вот оно здесь затягивается и отсюда уже оно никуда не денется вот так вот и один вот в это вот колечко то же самое делаем петля в петлю вот так вот у нас получается и теперь берем корочку хлеба это снасть именно для того чтобы ловить на корочку хлеба примеряем и стараемся посередине вот так вот проткнуть и вкрутить вот так вот вот так вот вот такая вот снасть у нас получается далее вкру Run вот так вот пенопласт это пенопласт из попапы такие вот из Эва материала Как делать такие вот попапы Посмотрите вот здесь Вот в этом видео Перерезаем Напополам Получаем два вот таких вот Замечательных попапчика Для наживки я буду использовать опарыша И теперь Берем крючок Надеваем Пенопласт И надеваем На один крючок я надеваю Вот так вот Одного опарыша На второй крючок Делаем его помассивнее Из расчета на более крупную Рыбу Надеваем опарыша Надеваем Попапчик наш Который все это дело подымет Еще раз Опарика И вот так вот Вот такой вот бутерброд Пристегиваем Нашу снасть К нашей снасти Карабин И все это дело Дружно Летит К рыбе В рот Чтобы не путалось Можно вот так вот Зацеплять Крючочки В корочку хлеба И тогда оно не путается И все Долетит До нашей рыбы Друзья И если этот хлеб пропитать Запахами Ароматами Это Дешевая Оснастка Принесет Очень хороший результат Спасибо всем Кто посмотрел Это видео Друзья Не забывайте Подписывайтесь На канал Нажимайте колокольчик Чтобы не пропустить Следующее видео До встречи Субтитры сделал DimaTorzok